Привет, мои дорогие друзья! Пока из психически больного наркота продолжают во всем мире лепить икону, вот уже вышла биография, надо перевести, конечно, на все языки, и как минимум 100 миллионов экземпляров, я думаю, разойдется как горячие пирожки. Сам психически больной наркот внезапно осознал, что в Украине остался один политик, у которого есть реальная политическая сила, у которого есть реальные сторонники, который продолжает его гасить, несмотря ни на что. Смотрите, остальные или склонили гриву, или спрятались в песок, или, что хуже всего, начинают лизать задницу психически больному наркоту. Что ему надо делать? Ну теперь, что делать? Помимо того, что экстрадиции, эякуляции и так далее, ему необходимо, он сам тупой, но окружение говорит, тебе необходимо, Вова, полностью придать какой-то неправильный оттенок партии Ширия в целом. А как его придать, если ребята не делают ничего плохого, и никогда не делали ничего противозаконного? Начинать создавать элементы токсичности. Как это делать? Через СБУ. Потому что СБУ подконтрольна Зеленскому, и вот СБУ занимается такого рода вещами. Я уже сообщал, что в Виннице, смотрите-ка, передали в суд, дело пособницы Ширия, поддерживавшей агрессию России. Это вот везде сообщают. СБУ передало в суд дело приспешницы Ширия. В Виннице будут судить приспешницу Ширия, уже работавшую на оккупантов. Ну и когда мы начали выяснять, кто же это такая, потому что они намеренно никаких подробностей не указывают, выяснили, что это женщина, абсолютно мирная женщина из Винницы. И она нянечка в детском садике. Она абсолютно мирный человек, который никогда не... И вот что ей вменяют в вину, переписку с родственниками. СБУ знает, что это ее родственники. В Российской Федерации, которым она сообщала, что сегодня выжила. Да, вот был обстрел и так далее. Подонки мерзкие. Они просто берут и ломают жизнь человеку, а также ее ребенку. Просто для того, чтобы попытаться зашкварить Ширия. Что же за вонючее государство такое построили, а? Далее. СБУ задержала поклонника Ширия, который был агентом ФСБ. Кучно пошло, не правда ли? СБУ разоблачило агента ФСБ, собиравшего данными об объектах в Черкасской области. Это уже Черкасской области. Они могли стать целью для обстрелов. И вот уже чучело на официальном канале СБУ рассказывает про это задержание. Понимаете, это звенье одной цепи. Это звенье одной операции. И вот эта вот мудрая операция родилась в головах окружения Зеленского. Они решили это делать через СБУ. СБУ затримала агента ФСБ, который собирал данные про объекты, что могли стать целью для обстрелов РФ. Контрозвездники Службы безопасности Украины затримали ворожого агента, который собирал фото и точные координаты блокпостов подразделов ЗСУ и силовых структур, чтобы передать их российским спецслужбам. Ну, конечно, он не успел это передать российским спецслужбам. Он собрал фото. По всей видимости, хотел как раз вот. Пошел на почту заклеивать в конверт, чтобы их отправить. Ну, дичь самая обычная. Для недогосударства это дичь самая нормальная. Она на протяжении многих лет происходила, да. Но теперь это уже стало, ну, гиперболизированным. Колишний працівник органів виконавчої влади та активный шанувальник забороненої партии Шария. И я еще вот на этот момент обратил внимание. И не только я, да. Мы пересчитываем. Да, активный поклонник запрещенной партии Шария. А кто ее запретил? Наркет твой? Партия Шария не под запретом. Он приостановил деятельность, как он считает пророссийских партий. То есть он запретил деятельность любой оппозиции и всего, что даже похоже на оппозицию, да. Но при этом партию никто не запрещал. Интересно тогда. Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связок. Их цікавили координаты не лише подразделев силовых структур и військовых частин, а и админбудиволь органів державной влады. Вот те конченые ракушки, которые я слушаю. Я зашел к ним в комментарии к СБУ. Там, ой, слава СБУ. Но я предполагаю, что 90% это просто боты и 10% ублюдков, у которых головы вообще нет. Вот я читаю. Их интересовали координаты админзданий органов государственной власти. Админпостроек, неграмотные чучелы. Их интересовали координаты админзданий. Они не знают про существование Google Maps, где они могут посмотреть эти координаты. То есть, вы понимаете, вот это мне напоминает по уровню своего абсурда первые дни войны, когда бегали и убивали даже людей, которые метки наносили. Метки для ракет. Мелком метки для ракет. Пока этим дегенератам, их же Арестович не сказал, что это дичь и выдумка, и фантастика, да? Они продолжали бегать. Для анонимности агент спілкувался со своими кураторами исключительно через мессенджер. За каждое сообщение ему обещали грошевую винагороду. Наразі проверяется информация щодо планувания зловмисником низки терактів на территории Украины. Он еще и задумал теракты. За каждое сообщение в мессенджере ему платили деньги, но он все-таки не успел передать эти фотографии. Они просто переписывались. Привет. Опа, 100 рублей пришло. А дальше он запросил еще и пистолеты с прицелом. Это связано с тем, что он запросил у ФСБ зброю. В частности, пистолеты с глушником и прицелами, набои с магазинами, гранаты с запалами, противопехотные мины МОН-50 и с радиодетонаторами. Представляете, если бы он запросил гранаты без запалов? Вот это реально было бы уже подозрительно. Перечитываем. Пистолеты с глушителем и прицелами, патроны с магазинами, гранаты с запалами. Они даже не парятся. Они прекрасно понимают, что в недогосударстве ракушки схавывают все. А кто не схавает, тот просто боится, для того, чтобы что-то другое сказать. Государство страха и лжи. И вот об этом уже все пишут. Подельник госизменника Ширия готовил теракт для ФСБ. Вбросили, а дальше уже пошло, пошло, пошло. Но дальше происходит странное, как минимум. В тот же день задерживают еще одного сторонника в Ширия. Кучно пошло, да, у наркетов. С визитками Ширия. Уже с визитками Ширия. Вот смотрите, в Киеве задержали диверсанта с визитками Ширия. Имел визитки Ширия. Патрульные задержали сторонника русского мира. Это все официальная пресса пишет. Это все пишут, не какие-то там, это сайты, которые называют себя СМИ. В Киеве задержали приспешника Ширия, фотографировавшего военную технику. О, патрульные задержали диверсанта с визитками Ширия. Смотрите, когда была тема с визиткой Яроша, что было с визиткой Яроша? Васек, который участвовал в нападении на блокпост, у него с собой были визитки Яроша. Это были визитки, которые он мог взять в обычном офисе правого сектора, коих было несколько в Киеве. Там они лежали. Там, конечно, личных данных Яроша нет, называли визитки Яроша. Вы вспомните, что украинская пропаганда тогда из этого слепила? Визитка Яроша. А это так смешно! У Ширия, у которого даже в бытность его в Украине, в которой он не был 11 лет, никогда не было визиток. Обнаруживаются визитки вот Ширия. И это уже типа не смешно. Это не мэм. Это не смешно. Это хавают. В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Ширия. Читаем. В Киеве патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был диверсант. Смотрят, едет автомобиль. А за рулем-то диверсант сидит? Ну, действительно странно. Конечно же, они его попросили. После проверки мужчину задержали. У него обнаружили фото пропагандистской символики. Фото из расположения населенных пунктов. Также задержанный имел при себе. Визитки Ширия. Почему они его задержали? Ну, у него, понятно, на лбу было написано, что он диверсант. Какого хера они ему залезли в телефон? Провели поверхностный осмотр. Это поверхностный осмотр? Залезть в телефон человеку? Да, они приняли решение провести поверхностную проверку. И обнаружили у него в телефоне вражескую пропаганду. И вот фотография вражеской пропаганды. За Русь, Харьков, март 22-го года. И я не поверил своим глазам. Перешел на официальный телеграм патрульной полиции города Киева. Да, они показывают нам. Смотрите, что у него обнаружили в телефоне. За Русь. И вот, собственно, визитки Ширия. Ага, так у него были фотографии визиток Ширия. То есть, ну, немножко приврали, да? У него фотографии визиток Ширия были, а не с визитками Ширия. Но что это за фотографии? Мы переходим в официальный канал Службы Безопасности Украины от 6 марта. СБУ схватило корректировщика огня, который передавал вражеским спецслужбам информацию касательно расположения военных, кого-то там, военных складов. Боеприпасов. И вот здесь мы уже видим фотографии. Ой, ба, да что же я вижу в Харькове? За Русь, Харьков, да? Да, это абсолютно та же самая фотография. И вот, никакие не визитки. Это карта партии Ширия, которую мог заказать любой желающий. Получается, задержали парня, у которого в телефоне были фотографии другого задержания, да? А если сейчас кто-то сохранит фотографию задержания этого парня, который задержан за то, что у него в телефоне были фотографии другого задержания, его же тоже задержат, получается? Смотрите, какая история. Этот подонок, подонок, наркет, вор и мразь сейчас создал государство, аналогов которому, конечно же, есть. Конечно, есть аналоги таких государств. Но в тех вот государствах, которых я вспоминаю сейчас, ну вот я там понимаю, что в Турции тотальная диктатура, да? Все знают, что это диктатура. И тем не менее, всё равно с ним там общаются, там всё. Но, извините, он же смог сделать, ну, что-то помимо этой диктатуры в своей стране. В Турции имею в виду. Байрактары известны на весь мир хотя бы. Что здесь? Что вы получили, кроме этой рожи одутловатой? Вот что? Он, что ли, великий гений и стратег военный? Вы же, вы просто получили страну мерзкого преследования любого инакомыслия, где есть сейчас куроль. Так если бы это был хотя бы куроль, но помимо разграбления до 24 февраля не было вообще ничего. Как же этого? Можно не понять. Это пустышка. Пустышка и подонок. И с 24 февраля много чего можно было изменить. Можно было реально объединить нацию. Но эта мразь пошла по другому пути. И сейчас вот таким вот говном каждый день забивают только ради одного. Чтобы убрать последнего человека, который смеет его критиковать, а не лизать ему зад. Вот. Пока.